В этом видео хотелось поговорить на тему сериала Игра в кальмара, будет ли второй сезон сериала. Ну а перед началом данного видео хочу порекомендовать вам ютуб канал своего брата. Да-да, своего брата, если кто не услышал. Он создает довольно интересные ролики, например, такие как Кто такой Моргенштерн или Шо за энергетик Рэдбулл? Я посмотрел многие его ролики, они мне действительно понравились. Ну а для того, чтобы понять, зайдет ли контент его вам, переходите в комменты или по ссылке в описании и смотрите, понравится ли вам. Если вам понравилось, тогда подписывайтесь, жмите колокольчики и ставьте лайки. Но это вы и так прекрасно все знаете и без меня. Так что переходите на канал моего брата. Как же быстро развиваются события на тему этого сериала. Буквально месяц назад все было по-другому в интернете, а сегодня интернет просто переполняется этим сериалом. И все это за какой-то месяц, наверное, даже меньше. Сериал выкатили на Нетфликсе 17 сентября, а сегодня 10 октября, на момент написания этого сценария. Этому сериалу удалось менее чем за месяц поднять просто огроменную аудиторию. Эта девушка из этого сериала подписала за неделю 10 миллионов подписчиков в своем инстаграме. Ну а спустя 3 недели на актрису Хон Юн Чон из сериала «Игра в кальмара» это та самая девушка, на нее подписалось в инстаграме практически 18 миллионов человек. Хотя, как правило, быстрый хайп точно так же быстро и проходит. И то, что еще было сегодня популярно, завтра уже об этом все забывают. На сегодня, что самое главное на почве этого сериала, второй сезон. Когда и будет ли он вообще? Как недавно стало известно, что создатель этого сериала заявил, что он хочет сконцентрироваться на создании нового фильма. Ранее было известно, что создатель работает уже над другой картиной и теперь создатель напрямую заявил, что он в ближайшее время будет занят созданием фильма. И, конечно, это не отменяет того факта, что второй сезон выйдет когда-то в будущем, возможно, даже в ближайшем будущем. Да, я, конечно, прекрасно понимаю, что на самом-то деле ждать очень долго и в таком случае вряд ли фанаты этому обрадуются. Но и с другой стороны, это лучше, чем ничего. Хотя и вроде как сам создатель сказал, что он просто сейчас занят другой картиной, а на вопрос он вроде как так и не ответил. Но и при этом есть ответ на вопрос, будет ли второй сезон игры в Кальмара в ближайшее время. Ну и, конечно, как выходит, что нет. Этот сериал породил просто невероятное количество разного контента. Я, к примеру, люблю частенько покупать что-нибудь на Алиэкспрессе. Я там по приколу написал «Игра в Кальмара». И сейчас там продаются костюмы этих чуваков, которые в сериале занимались проведением игры. Костюмы этих участников, которые сделаны очень круто, классная поделка и большое желание его купить. И, конечно, та самая карточка с номером из начала сериала. Я, кстати, возможно, очень подумаю над покупкой этого костюма, потому что понравился он мне очень. Касательно блогеров. Для каких-то каналов, которые занимаются обзором фильмов, сериалов, для них просто отличное время, потому что есть что пообсуждать зрителям очень интересное видео с этим сериалом. Но не только для них в итоге удачный период, потому что и многие другие блогеры, которые не связаны как-то с сериалами и фильмами, они все равно снимают какой-то контент, связанный с этим сериалом. Например, они вырезают печенье из второй игры в сериале. Ну, вернее говоря, из печенья вырезают фигуры, как в этом самом сериале. Также некоторые блогеры в видео показывают, как приготовить вот это вот печенье из сериала. Кто-то занимается реализацией пародии на этот сериал, снимая ролики, где они играют в эту игру, одеты они все в костюмы из сериала, и это выглядит очень потрясающе. И благодаря этому, что сериал на каждом шагу это будет продлевать его жизнь, и как печально слышать ответ от создателя, что мол, чуваки, я там уж занят созданием фильма, поэтому мне сейчас не до вторых сезонов сериала. Ну и все-таки такое, как говорится, явно раз в жизни. И очень вряд ли, что в будущем на счету создателя по уровню хайпа получится создать что-то вновь подобное. Условно, тот же фильм, который он там сейчас готовит, я не знаю, что из этого выйдет, но по-хорошему стоило бы заниматься этим сериалом, пока оно настолько популярно. Со слов директора Netflix, возможно, что этот сериал станет вообще самым успешным за всю историю сериалов, но и при этом автор говорит, что ему уже не до этого сериала. С другой стороны, можно в этом увидеть поистине творческого человека, который работает во благо качества. Он не будет там ради денег бежать и бросать то, чем он сейчас занимается на данный момент, чтобы выжимать популярность из этого сериала. Но здесь есть одно маленькое но, что вряд ли на том же мнении стоят в Netflix. Скорее всего, они хотят очень сделать продолжение этого сериала, потому что я думаю, что вы сами прекрасно все понимаете. Что это огроменный хайп, который оставит след в истории уже, и можно попытаться продлить его, выпуская там второй сезон. Конечно, возможно, что второй сезон будет по качеству хуже первого, как это часто бывает, ну и обычно такое, прям очень вероятно, когда совсем заигрываются с растягиванием определенной франшизы. И, наверное, чаще бывает, что первые там два сезона, первые два фильма, может быть даже три фильма из сезона получаются хорошими, а вот уже дальше идет скатывание сериала, либо же фильма. Поэтому все-таки правильное решение продолжить сериал просто вовремя остановиться. Есть риски, что качество может упасть, но пока они не настолько большие, и риски получить успех от этого куда больше. И говоря снова про автора сериала, как он и сам заявлял, что этот сериал его хорошенько вымотал, потому что автор создавал этот сериал с 2008 года, и на протяжении 10 лет он продумывал этот сериал. Но я думаю, что здесь даже и не нужно объяснять, как его за эти 10 лет мог просто задолбать этот сериал, и в том числе, возможно, поэтому он и не хочет возвращаться к сериалу. Ну и, конечно, тут можно найти лучик надежды, что второй сезон будет, потому что сериал выпустили на Нетфликсе, ну и на самом-то деле не только поэтому, и я уверен, что они имеют права на этот сериал. То есть, если автор не хочет продлевать этот сериал, ну как бы на сериал права имеет Нетфликс, они просто могут на его место посадить другого человека. У нас в мире полно талантливых людей, я думаю, что найдется режиссер, для которого будет большая честь заниматься вторым сезоном этого сериала, который в индустрии навел просто большую шумиху. Также есть еще и в самом сериале некоторые факты, которые указывают на то, что второму сезону не то чтобы даже нужно быть, потому что там огроменный хайп, а даже логически нужно быть, потому что есть на чем его построить. Я надеюсь, что вы хотя бы чего-нибудь поняли. Хоть и сам создатель ранее заявлял, что мыслей на второй сезон сериала у него нет. Возможно, он еще все отходит от этого сериала, и когда он сказал, что мыслей на второй сезон у него нет, так же вполне возможно сыграл его усталость от этого сериала, и потому он так и сказал. Ну и давайте окунемся в сериал, чтобы затронуть тему продолжения. В конце этого сериала главный герой получает то, что он и хотел, его жизнь должна была поменяться кардинально, что в принципе и произойдет. Но вот меняется она, к сожалению, не в хорошую сторону. Умирает его мать, он даже не успевает с ней попрощаться, понятное дело, что он просто не мог этого сделать. Его дочку забирают в США, просто ужаснейший исход. И этот сериал отлично показывает, что деньги не всемогущие, даже когда главный герой их получает, как-то все исправить у главного героя не получается. Если с дочерью еще можно как-то все наладить, потому что он изменился, большие деньги явно способны изменить такое в жизни. Если когда он развелся со своей женой, будучи обычным неудачником, который сидел у матери на шее, то теперь все по-другому. Но вот уже мать ему свою не вернуть. Победитель игры не стал тратить деньги впустую, он их решил раздать семям погибших, во-первых, и последнее его решение, которое намекает на второй сезон, что игра еще не закончена. Главный герой собирается посвятить себя борьбе с этой игрой. Также в сериале дают понять, что таких игр, где участвовали эти 456 человек, по всей земле много таких, и это не единственное место. По всему миру, параллельно событиям в этом месте, в первом сезоне проходили точно такие же игры, только в других местах. Отсюда можно и подумать, что возможно режиссер сериала изначально все и продумал, чтобы можно было продолжить этот сериал. Хоть он даже и не думал, что все настолько будет успешно. Да и вообще об этом никто подумать и не мог. И поэтому возможно, что создатель просто будет хранить тайну, а потом неожиданно выпустит второй сезон сериала. И опять же, как я уже говорил ранее, если режиссер действительно не намерен заниматься продолжением, возможно, что придут к тому, что поставят на место режиссера другого человека. Потому что точка отправки, на чем можно построить второй сезон, уже есть. Можно там показать, как главный герой будет бороться с создателями игры. Показать игры в других местах, которые параллельно проходили в первом сезоне. Идей на второй сезон очень много, и тем, кто занимается продуманием сериала, явно виднее, как реализовать лучше. Но тут уже просто сходятся все карты. Сериал невероятно популярен, есть на чем строить продолжение. Вероятность, что оно не то, что будет на уровне первого сезона по качеству, а я уверен, что если хорошенько постараться, удастся затмить даже первый сезон сериала. Пускай даже не будет заниматься реализацией второго сезона, а этот же режиссер может найти другого, если этот желанием не горит заниматься сериалом. В таком случае, наверное, даже лучше доверить человеку, который, возможно, будет гореть от радости, что доверили ему заниматься вторым сезоном этого сериала. Когда как создатель сериала просто выгорел, скорее это приведет к негативным посредствиям, что второй сезон получится просто хуже. Поэтому даже лучше доверить человеку, который будет заинтересован заниматься сериалом, а если он заинтересован и будет стараться, то я уверен, что все получится и продолжение сериала будет невероятно крутым. Но на данный момент, конечно, о подробностях второго сезона не спешат говорить. Сам создатель вообще сказал, что он занят другим проектом. Netflix не комментирует как-либо все это, разве что директор сказал, что сериал получит, возможно, самый большой успех среди сериалов за всю историю. И тут нужно просто подумать, что Netflix это компания, которая в первую очередь играет на деньги. Если они видят, что этот сериал дико популярен, зрители ждут продолжения, а это значит, что стоит ожидать очередного хайпа и денег. Надо этим вопросом заниматься, я думаю, что они, возможно, сейчас бегают за создателем, чтобы его, возможно, как-то уговорить заняться продолжением. Либо этот вопрос решить как-то по-другому, чтобы его продолжить другим людям. Хотя я так-то думаю, что правами на сериал Netflix владеет и, по сути, тут даже можно не бегать, но, возможно, это просто такая этика. Ну, если они там, конечно, уговаривают создателей все-таки. Но все же, я думаю, что в конечном итоге все равно придут к такому решению, которое устроит зрителей. Все же такого масштаба хайп получить, это не просто, если есть возможность, Netflix это как никому другому понятно, что нужно за эту возможность цепляться. Именно поэтому я думаю, что все-таки стоит ждать продолжения сериала в ближайший год-два. Ну, потому что это все нужно снять и будет что-то на уровне Марвела в плане графика, потому что они раз в год что-нибудь обычно упускают. Но сейчас они сказали, даже будут по несколько премьер в год проводить. Хотя это они уже не просто сказали, а даже доказывают делом. Сколько в этом году уже премьер, Черная Вдова, Веном 2, Человек-паук, Шан-Чи. Ну, конечно, например, Черная Вдова уже была давно снята, просто ее не могли выпустить в прокат. Вот они сняли Войну Бесконечности, через год они сняли продолжение Мстители Финал, и продолжение в итоге стало самой кассовой картиной за всю историю, обогнав Титаник. Я уверен, что этот сериал ждет то же самое, им нужно просто им заниматься. Ну, потому что Марвел, по сути, этим занимается уже давно. Они все отсматривают, что вот это вот интересно, собирать столько денег, и они будут делать все, чтобы это длилось как можно больше. И на данный момент удерживать популярность к своим франшизам бесконечных растягивая у них получается. И я уверен, что получится и у Нетфликса. Ну и также порекомендую тебе мой другой ролик на тему этого сериала, там я рассказал об этом сериале в целом, так что если ты его не смотрел, рекомендую тебе посмотреть. Либо кликай по другому ролику в другом окне. Сам прекрасно понимаешь, на каких кнопочек нажимать, комментарии также оставь со своими мыслями о втором сезоне.